Здравствуйте! Россия является мировым лидером по потреблению табака. Согласно опросам взрослого населения, в России курит более 60% мужчин и 22% женщин. В Архангельской области курит более 35% населения. Доля подростков в Архангельске, которые хотя бы раз в жизни попробовали сигарету, составляет около 60%. Все, кто нас смотрит и слушает, конечно, поняли, что разговор сегодня пойдет о делах табачных. С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. О том, каким образом реально можно воплотить этот закон в жизнь, и в частности в нашем регионе, мы поговорим с Вячеславом Владимировичем Никуличевым, психиатром-наркологом, заведующим наркологическим центром Архангельского психоневрологического диспансера. Здравствуйте. Добрый день. Судя по СМИ и отчетам, Архангельская область очень успешно борется с курением. Вот я зачитываю. В 2010 году в области реализуется социальный проект «Территория, свободная от курения». 2011 год. В области работала телефонная горячая линия «Стоп табак». 2012 год. Прошла кампания «Поморье без табака». Все эти действия, надо думать, возымели успех. Это так? Ну, безусловно, мы должны понимать, что это не так все быстро происходит. И независимо от того, что идет активная работа по профилактике табакокурения, самое главное, что она направлена на то, чтобы стало как можно меньше детей и подростков, которые приобщаются к табаку. Ну, и мы активно помогаем тем людям, у которых есть уже зависимость, это болезнь, для того, чтобы они смогли расстаться с курением. То есть курильщиков в регионе все-таки становится меньше? Есть такая тенденция? Мне для того, чтобы это сказать, надо сделать научное исследование. Поэтому я не могу сказать, меньше стало или больше. Я вижу, что курит очень много людей. И поэтому визуально так очень трудно сориентироваться. К нам обращаются тоже не меньше. Поэтому мы заметим, когда их будет значительно меньше. Сами курите? Нет, я не курю, хотя когда-то давно курил. Как многие говорят, по глупости. Значит, вы убеждены, что антитабачный закон, он назрел? Безусловно. Для того, чтобы наше население было здоровым, счастливым и долго жило, нужно, чтобы они не курили. Хорошо. Как же будет работать новый антитабачный закон? Ограничительные меры, они всегда дают результат, но это не должно считаться, что это единственное, что приведет к тому, что люди перестанут курить. Такое мнение, что якобы люди сами решат, что им делать, это не совсем правомерно. Нас учат много чему. И мы много что узнаем и в процессе нашей жизни. И поэтому информация о вреде табака, ограничительные мероприятия повлияют на всех людей. Но на всех по-разному. Кто-то на самом деле примет решение и расстанется с курением. Кто-то будет продолжать курить и умрет с сигаретой. Это вы на философском аспекте оцениваете этот закон. А как конкретно будет? Где нельзя теперь курить? Ну, видите, это юридические аспекты. Я-то врач. Я знаю, что нельзя курить в общественных местах, в подъездах. Ну, то, что я читал. В культурных учреждениях, в спортивных. В медицинских учреждениях, да. Рядом со школами, с детскими. Ну, я думаю, что постепенно это будет внедряться. И это будет позитивно влиять на то, чтобы люди отказывались от курения. Так же, как с употреблением пива. С бутылками мы видим, ну, не меньше народу, чем год назад или два года назад. Ну, дело в том, что... Я так скептически просто... Не соблюдается, если закон. Это не значит, что он не нужен. Нужно здесь, значит, говорить о том, почему те, кто должен контролировать соблюдение закона, его плохо контролируют. Второй вопрос, да. Действительно так. Кто же будет следить за исполнением этого закона? Ну, опять же, видите, я еще раз напоминаю, я врач, поэтому я могу... Ну, вы заинтересованы в том, чтобы закон... Конечно. Чем больше будут контролировать этот закон... Значит, у вас есть свое мнение, кто должен контролировать. Чем более четко он будет исполняться, тем больше людей придет к нам, и мы поможем бросить курить. Ну, это правоохранительные органы, общественность, мы сами должны тоже... Сознание, то есть, у человека должно... Безусловно, но ведь сознание, оно формируется очень медленно, нельзя за один день сделать человека сознательным. Причем есть такая какая-то убежденность, вот человеку говорят, слушай, ведь это плохо, а он все равно продолжает упорно говорить, нет, мне хорошо, отстань от меня, я курю и умру, не твое это дело. А вот в государственных учреждениях, да, здесь кто должен следить? Администрация учреждения, естественно. Если возьмем медицинские учреждения, и у нас нельзя курить, то главный врач и все сотрудники, которые работают в этом учреждении. Ну, вот знаете, я вычитала, что, допустим, в подъездах тоже нельзя теперь курить домов, да, и на подъездах сами управляющие компании должны повесить табличку, курение запрещено. Ну, вы считаете, что компания будет развешивать эти таблички, что-то я очень уверена. Ну, это у нас ведь так же, как везде, то есть люди ведут себя одинаково, независимо от того, это закон о курении, или о запрете выгула собак где-то там, или еще о чем-то, то есть мы, у нас люди привыкли нарушать, мы незаконно послушные, поэтому не надо выделять здесь закон о борьбе с курением как-то в отдельную сферу. Мы постепенно становимся цивилизованными и постепенно будем соблюдать. Вот правила дорожного движения не соблюдают люди. Так что, отменять эти правила, они не нужны, что ли, правила? Нет, хочется же, чтобы быстрее действительно реализовался закон, да, чтобы он заработал, чтобы возымел эффект. Я думаю, что для того, чтобы он возымел эффект, мы все должны стать ответственными гражданами своей страны и понимать, что мы отвечаем за нашу родину. Но с завтрашнего дня не будем, конечно, мы ответственны. Нет, ну это постепенно же приходит. Вот я, например, стал таким убежденным патриотом не сразу же. То есть когда-то я, например, тоже бы мыслил по-другому, а сейчас вот я так говорю, это истинно моя. Вы знаете, самое печальное, что у нас издаются очень много законов, а деньги не выделяются, финансово не поддерживаются они. Ну, много недостатков у нас во всех отраслях, в том числе и в законодательной сфере. Когда принимаются законы, видимо, не до конца все продумано. Но и мы сами не очень активно участвуем. Я знаю, что когда приглашают к обсуждению, ну, не очень люди желают свое мнение здесь высказывать, как-то обсуждать. То есть надеются, что кто-то должен там написать такой совершенный закон. Там такие же люди. Вячеслав Владимирович, по социологическим исследованиям половина жителей Архангельской области поддерживают закон о запрете курения в общественных местах. Ну, вот что касается владельцев бизнеса ресторанного, владельцев кафе, владельцев баров. Они очень опасаются, что если они запретят курить в их залах, то будет обязательно отток клиентов. И ведь в этом есть резон какой-то. Ну, дело все в том, что у нас этот вопрос часто поднимался. Вот, например, когда пивом торговали, говорят, если тут запретят, то у меня доходы уменьшатся. На самом деле это так. Но что делать? То есть безудержно продолжать все это продавать, пусть пиваются, умирают. Скоро и покупать никому будет. Он до этого, он же не видит дальше своего носа, то есть этот бизнесмен. Что-то наносит большой вред здоровью населению. Поэтому надо организовать таким образом, чтобы у него здоровье не страдало в его заведении. Может, какой-то временный отток. Но то и голова есть, чтобы думать, как организовать свой бизнес, не завлекаясь сигаретами. Мы опять возвращаемся к осознанности, к изменению психики, может быть. Может быть, на какое-то время перетерпеть эти убытки какие-то, заняться чем-то другим. Что же делать-то? Вот так вот. Я не думаю, что вас поддержат владельцы бизнеса в этом предложении. Если закон будет жестко исполняться, они никуда деться, они вынуждены будут выйти и говорить, мы одобряем. Вот это так, да. То есть все-таки нужны какие-то жесткие ограничения, чтобы ни вправо, ни влево, а именно вот так. Да, и чтобы никто не думал, что через какое-то время будет по-другому. Меры должны быть долговременные. И последовательные. И последовательные. Все должны быть уверены, что это сегодня, завтра и послезавтра, и на ближайшие 50 лет будет так всегда. Заядлого курильщика этот закон остановит? Не всех, но кто-то решит, кто колебался. Ведь вот все люди, я работая более 30 лет в наркологии, могу сказать, что большинство людей, когда приходят, чтобы им помогли бросить курить, они говорят, что да, он много раз задумывался над тем, что хотел бы расстаться с этим. Но всегда что-то мешало, зачастую то, что он не верит, что у него это получится. Поэтому вот какие-то ему незначительные внешние обстоятельства, которые возникнут, иногда будет достаточно, чтобы он принял это решение. Если он попадет к специалисту хорошему, то он обязательно расстанется с курением. А как, на ваш взгляд, правомерно ли говорить об ущемлении прав курильщиков? Думаю, что нет. Потому что есть такая фраза, моя свобода кончается там, где начинаются права другого человека. Очень сложно представить, чтобы человек курил и не наносил никакого ущерба другим людям. Но это надо тогда просто запереться где-то в комнате, вентиляцию отдельную сделать туда, куда-то в космос, чтобы этот воздух выходил и там вот курить или обеззараживались, чтобы это все. А так большинство людей, когда курят, все равно каким-то образом наносят ущерб окружающим. Но ведь наш человек всегда какую-то лазейку ищет из любых ограничений. Вот некоторые опасаются, что когда у нас был запрет на алкоголь и так далее, антиалкоголь на эти все компании, то вырос процент самогоноварения. Вот здесь вот тут, если с табаком какой-то провести параллель, могут быть какие-то последствия такие негативные, неприятные? Ну, я не знаю, что сами будут табак выращивать. Да, может так, на балконе. Ну, наверное, мы должны предусмотреть эти явления, что мы когда принимаем решение, ну, например, человек решил сделать табуретку, он должен понимать, что для этого нужно и какие у него трудности возникнут. Поэтому я думаю, что все продумано. Я верю нашему президенту, что он все делает обдуманно, и поэтому все это заранее уже продумано, и мы не должны беспокоиться. А вы, врачи, собираетесь как-то с правоохранительными органами, обсуждаете, чтобы эти законы... Ну, вопросы табакокурения, нет. Не вопросы табакокурения, а как контролировать эти законы? Нет, мы с правоохранительными органами обсуждаем. Не нужно, вы считаете, что это взаимосвязь? Мы делаем свою часть, то есть мы должны быть готовы помочь всем, кто примет решение отказаться от табакокурения. И мы все это делаем для того, чтобы помочь каждому. Принята программа модернизации наркологической службы Архангельской области, где предусмотрены все этапы оказания наркологической помощи всем людям, у которых есть зависимость, в том числе от табака. Значит, заядлого курильщика могут остановить какие-то ограничения, именно ограничения внешние. Но справиться сам со своей зависимостью он, скорее всего, что не может. Так получается, да? Особенно женщины. Да. Это заболевания, международная классификация болезней. Есть специальный раздел психическое и поведенческое расстройство вследствие употребления психоактивных веществ. В данном случае табака. Страшно очень. Это психоактивное вещество. То есть мы выставляем диагноз. И в связи с тем, что это болезнь, то естественно, что врач может помочь больному человеку избавиться от этой болезни. То есть тогда курящий человек говорит, я болен. Да. Да? Это нормально? Это как раз то, чего я должен добиться на первом этапе. Как только пациент скажет, что я болен, я сразу его вылечу. То есть вы можете помочь отказаться совершенно? Ну, за мои годы работы таких людей, не знаю, ну, может, сотни, наверное, которым удалось помочь. Как? Раскройте секрет. Ну, все происходит так же, как вот мы сейчас с вами сидим и беседуем. Но единственное, что в данном случае вы пришли ко мне для того, чтобы я помог вам бросить курить. За сколько, за какой период можно бросить курить? Самый острый период это 7-10 дней. После этого, практически, человек себя чувствует достаточно спокойно. Не на всю жизнь, но желания курить нет. Это что, гипноз? Это внушение. Вот как? Ну, потому что любой человек, он подвержен внушению. И тем больше он подвержен внушению, чем больше он доверяет этому человеку. Вы сейчас такое скажете? Очередь выстроится? Ну, было много пациентов. Сейчас я меньше как-то занимаюсь. Но если у меня были случаи, когда один человек пришел, он перестал курить, то из коллектива еще приходит, еще. Ну, естественно, с каждым работа идет индивидуально. Есть разные другие методы. Вы советуете все-таки обращаться к врачу, к наркологу? Самостоятельно от этой привычки не избавиться? Нет, человек может и самостоятельно избавиться, но у большинства это не получается. Некоторые пробуют много раз, и не получается. Поэтому лучше прийти к специалисту, он поможет. Ну, когда у человека что-то заболело, да, будь то мужчина, женщина, то он, конечно, как-то анализирует свое поведение и сокращает прием сигарет. Это его успокаивает? Он говорит, ну, я же немного курю. Ну, да, для того, чтобы принять решение бросить курить, часто должна быть какая-то причина. Ну, вот я, например, раз уже сказал вам, что я когда-то курил давно в молодости, но моя причина была та, что я влюбился, а моей будущей жене не нравился запах сигарет. Это послужило мотивом, чтобы я перестал курить, и 35 лет уже не курю. Живете с этой женщиной, да? Конечно, естественно, это мой принцип. Мужчина, который не может выбрать себе женщину на всю жизнь, ну, он не очень талантлив. Ну, зачем торопиться? Ты побирай тогда, подожди, никто же не торопит. То есть человеку все-таки, если подвести итог, то нужно самому прежде всего осознать. А кто ему поможет-то осознать, что он болен? Ну, это вот внешний фактор заставляет его каким-то образом принять решение. А вот все, что касается осознания, это и делает специалист, врач, к которому он придет. То есть он приходит с одним мнением, а выходит с моим, да, так скажем. Хорошо, да. Но иногда очень сильное сопротивление, конечно, мы испытываем. И если просто вот так где-то в кабинете начать разговор, то, естественно, очень сложно повлиять на человека. Но когда это происходит именно во время приема, то есть когда человек приходит специально для того, чтобы ему помогли, есть совершенно другая обстановка и, конечно, более эффективно можем воздействовать. Кто больше к вам приходит, мужчины или женщины? Ну, вообще я должен сказать, что сейчас курящих женщин становится все больше, а бросать чаще бросают все-таки мужчины. С моей точки зрения, это такой какой-то разрушительный процесс. Мы говорим о созидании, о каком-то будущем, о счастье. Но если у нас все больше женщин курит, употребляют алкоголем, какого-то великого будущего я что-то не вижу. Печально, да. Да, потому что все-таки женщина играет огромную роль в жизни нашего общества. Это потомство, это семья. Да, и мужчина, он, конечно, сильный, он глава, но без женщины он ничего не может. А вы знаете, я приведу аргумент, что сигарета – это какое-то успокаивающее такое, да, средство, ну, какое-то расслабляющее. Да, курение играет определенную функцию в жизни человека. То есть бежит, да, мне надо покурить, я сейчас успокоюсь. Мы сейчас уже говорим о клинике табачной зависимости. То есть многих думают, что вот он курит, потому что никотин, вот потребность организма в никотине. На самом деле, ну, это часть такой небольшой правды. Никотин – это яд, никакой потребности в организме нет в этом яде. Если яд не поступает, только лучше от этого. На самом деле проблемнее все является то, что это функция определенная. То есть человек через курение выполняет какие-то функции. И вот у курильщика эти функции очень большие. И, в принципе, почему он не может без табака и без сигарет? Да потому что это, ну, все равно, что вот надо кушать, а у тебя ложку отобрали. А ты без ложки не научился кушать. И он испытывает огромный дискомфорт. Говорит, а как без ложки-то есть, я ж не умею. И он говорит, да это невозможно. И сопротивляется. То есть его надо научить выполнять все эти функции без сигарет, по-другому. И этот вот период научения очень трудный, и у каждого занимает свое время. Вот почему, когда вы меня спрашиваете, на всю жизнь или на всю... Это зависит от того, от способности ученика и от способности учителя. И готов ли ученик учиться. Спасибо, Вячеслав Владимирович. И в завершении три блиц-вопроса. Договорились? Да. Самый действенный способ бросить курить от Никуличева? Принять решение, что ты здоровый человек. Как на ваш взгляд, любой ли человек в состоянии победить свои пагубные привычки? Да, любой. Категорически заявляете? Да, конечно. Как вы себя выводите из стрессовых состояний, если, конечно, они у вас имеются? Я самый счастливый человек. Медитируете? Ну, я говорю, что я самый счастливый человек, потому что я живу. Это счастье. Ну что ж, мы прощаемся со счастливым человеком. До свидания, спасибо. Спасибо вам. Эксперты утверждают, что эффект от принятия этого закона будет виден лет через 5-7. А пока главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поздравил всех нас с принятием этого законопроекта, который, по его словам, делает Россию цивилизованным государством. Ну, что ж, тоже неплохо. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова